Всем привет! Это Универньюс, а в студии Диана Желенкова. Наша команда подготовила для тебя самые важные новости. Итак, сегодня в выпуске. При поддержке КФУ в Альметьевске открыта лаборатория для диагностики коронавируса. Продуктовые наборы доставили в деревню Нерсиады. В магазине деревни Нерсиады сделали скидки на товары личной гигиены. Казанский федеральный университет продолжает оказывать гуманитарную помощь студентам, оказавшимся в непростой ситуации из-за пандемии коронавируса. 20 апреля продуктовые наборы доставили в деревню Нерсиады. Подробности далее. 20 апреля продуктовые наборы получили иностранные и нагородние студенты, проживающие в деревне Нерсиады. В каждом наборе картошка, макаронные изделия, рис, чай, масло, кетчуп и майонез. Для безопасности на раздаче все студенты находились в медицинских масках. Это очень помогает студентам в такой сложный период, когда большинство родителей, все-таки здесь иностранцы, и довольно проблематично получать деньги и материальную помощь от родителей. Университет оказывает огромную помощь студентам. Мне кажется, что эти продуктовые наборы в принципе полезны на 100%, потому что туда входят такие жизненно необходимые продукты, которые используются каждый день у ребят в пите. Мне кажется, она очень нужна, потому что многие студенты, те, кто особенно проживает в общежитиях, сидят дома, и когда, как правило, сидишь дома, постоянно хочется кушать, хочется что-нибудь перекусить, и вот эта помощь как раз-таки университета, она скажется и на процессе обучения, потому что нам, студентам, постоянно, так как это организм растущий и молодой, хочется постоянно питаться. Поэтому спасибо большое университету за такие подарки в такое сложное время для студентов и для университета самого. Напомним, 13 апреля ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафоров поручил продумать программу помощи особо нуждающимся студентам на период карантина. На прошлой неделе продуктовые наборы получили все студенты, проживающие в общежитиях на Аделе-Кутуе, Гвардейской, Красной Позиции и Пушкино. Ильшат Гафоров сам обратился к руководителям крупных компаний, главам муниципальных районов с просьбой оказания содействия в поставке продукции. Чтобы показать личный пример, я и проректора нашего университета сделали существенные вложения, директора институтов, и сегодня порядка миллиона рублей мы имеем в так называемом личном фонде поддержки. Деньги будут распределяться из фонда по решению студенческого профсоюза. По словам ректора КФУ Ильшата Гафорова, раздача продуктов – это не разовая акция. Она будет продолжаться до нормализации эпидемиологической ситуации в стране. И более того, в магазине деревни Универсиады, это собственность университета, мы на 50% снизили на особо необходимые товары. В основном это необходимые средства личной гигиены, как для мужчин, так и для наших девушек. Диана Желенкова, Ильшат Хусаенов, Универньюс. Как мы уже рассказывали, к раздаче продуктов первой необходимости добавилось снижение цен на товары личной гигиены в супермаркете деревни Универсиады. Все подробности в сюжете Александра Ферсова. Ректор КФУ Ильшат Гафоров издал распоряжение о снижении цен на товары личной гигиены в супермаркете деревни Универсиады на период пандемии коронавирусной инфекции. Эта мера дополнительной поддержки на период временной самоизоляции поможет студентам как можно реже выходить за территорию деревни Универсиады, что в свою очередь снизит возможность заражения коронавирусной инфекцией. Расул, кстати, один из тех, кто перед вынужденной самоизоляцией не побежал по супермаркетам в поисках гречки и туалетной бумаги. Так что для него важным параметром является наличие большого ассортимента в магазине шаговой доступности. Как он сам признается, все, что может понадобиться студенту, всегда имеется в наличии. На самом деле, мне кажется, здесь практически все есть. Самое необходимое, что нужно студенту здесь есть. Констовары беру, потому что здесь удобно. Ближайшие констовары здесь, вон, 5 минут надо идти до них, а здесь удобно, здесь рядом. Ну и так по мелочи, всякие там хлеб и такого рода продукты. Напомним, что все товары личной гигиены, продающиеся со скидкой, отмечены желтым ценником. А сроков окончания акции пока не называют. Берегите свое здоровье, не забывайте о правилах личной гигиены, чаще мойте руки и носите маски. Александр Фирсов, Универньюс. При поддержке Казанского федерального университета в Альмитиске открыты первые лаборатории для диагностики COVID-19. Подробности в сюжете. На данный момент у студентов вузов Приволжского федерального округа 101 подтвержденный случай COVID-19. Из них 67 в Республике Мордовия, 19 в Пензенской области, 4 случаи в Республике Татарстан, по 3 случаи в Кировской и Нижегородской областях, по 2 случаи в Саратовской и Оренбургской областях и 1 случай в Республике Башкортостан. Студентка из КФУ, у которой подтвердили коронавирус, живет не в общежитии, но в Казани с семьей, в которой оба родителя работают врачами. Возможно, причиной заражения явилась профессиональная деятельность родителей. Еще три студентки из Казани, у которых подтвердили COVID-19, учатся в Казанском государственном медицинском университете. Во всем мире коронавирусом заболели более 2 миллионов человек. На данный момент все усилия исследователей направлены на разработку вакцины. Существует несколько вариантов развития пандемии, среди них выработка коллективного иммунитета. У многих заболевших коронавирусом заболевания, к счастью, проходят в легкой форме, но при этом у них возникает иммунитет. Именно для этого и разрабатывается эта система для выявления антител против коронавируса, потому что это позволит выявить людей, которые переболели, пусть даже в легкой форме, и у которых появились антитела в крови против коронавируса, а значит, они, скорее всего, стали устойчивы к коронавирусу. В России зарегистрирована тест-система, которая позволяет выявить наличие антител к COVID-19. Роспотребнадзор планирует провести исследование и посчитать жителей страны, у которых уже выработался иммунитет к коронавирусу. По последним данным, у третьих граждан болезнь протекала без видимых симптомов. Существует несколько типов вакцин, начиная от классических, это либо ослабленный вирус, либо убитый вирус. Сейчас более современные вакцины – это рекомендантные вакцины, которые используют очищенные вирусные белки, а не сам вирус. Ну и генотерапевтические вакцины – это самое новое направление в вакцинации, когда используются либо ДНК-вакцины, либо вакцины на основе матричной РНК. Ученые Казанского федерального университета создают ДНК-вакцину. Прототип лекарства будет получен во второй половине мая. Ученые КФУ – единственные в мире, кто использует комбинацию вирусных генов при создании ДНК-вакцины. Мы разрабатываем вакцину на основе плазмидной ДНК, то есть это ДНК-вакцина. И уникальность нашего подхода заключается в том, что мы используем сразу несколько вирусных белков. То есть эта вакцина, попадая в организм человека, приводит к синтезу разных вирусных белков. Организм узнает их как чужеродные и вырабатывает защитный иммунитет. Представители Института фундаментальной медицины и биологии КФУ помогли ПАО «Татнефть» организовать лабораторию, которая производит анализ на полимеразную цепную реакцию для диагностики коронавирусной инфекции на базе Центральной районной больницы города Альметьевска. По распоряжению президента Республики Татарстан Рустаму Миниханову КФУ передал лаборатории необходимое оборудование и провел подготовку медперсонала в рекордно сжатые сроки. Лаборатория открыта по инициативной порядке от «Татнефти». Открыта она на базе Центральной районной больницы города Альметьевска, потому что у них есть бактериологическая лаборатория. Первый день, когда лаборатория заработала, то есть они провели 60 анализов. Сейчас мы планируем, чтобы они делали несколько запусков приборов в день. Возможно, это две смены будут работать и выход на 200 измерений. Метод ПЦР позволяет выявлять наличие от 500 единиц коронавируса на слизистых оболочках носоглотки человека. Высокая чувствительность и скорость проведения анализа позволят оперативно выявлять и блокировать распространение инфекции. Протестировав каждый день группу людей, которые работают, должны работать как-то вместе или в замкнутом пространстве, можно быстро ограничить людей, если они, допустим, не чувствуют еще симптомов, но уже выделяют вирусы. Сейчас в лаборатории проходит обследование на наличие коронавирусной инфекции сотрудники ПАО «Татнефть». Цель организованной ПЦР-лаборатории – не допустить распространения инфекции не только на предприятия, но и во всем юго-восточном регионе Республики Татарстан. А в ближайшее время начнет работу ПЦР-лаборатория для диагностики COVID-19 на базе униклиники Казанского федерального университета. Эльвира Зорина, Универньюс. А на сегодня все. Продолжайте оставаться дома и смотрите нас в социальных сетях. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин